Исполняющий обязанности руководителя районной администрации Артур Болотников провел встречу со старостами деревень городского поселения Харлова. За столом также присутствовали профильные заместители. Основная цель – отчет о проделанной работе с момента прошлой встречи, на которой обсуждали вопросы, связанные с дорогами, освещением и детскими площадками. Широкий спектр проблем был посвящен сфере ЖКХ. Многие недостатки удалось устранить достаточно быстро, однако остался ряд вопросов, требующих дополнительного времени. На территории некоторых деревень в колодцах отсутствует вода, и жители попросили администрацию пробурить скважину. Уже было выбрано место и прозондирована почва, однако дело встало из-за бюрократической составляющей. Информацию мы доработали, пакет документов мы доподготовили, отправили, район отправил уже в область. Область сейчас мы получили опять отказ, в котором сказано, что не хватает обоснований. Хотя все обоснования это обращение жителей, обращение старосты, мы все это предоставили. Но вот сейчас мы еще раз будем с ними вести переговоры, как бы в решении данного вопроса. Прозвучала и тема тарифов на вывоз твердых коммунальных отходов в частном секторе. Есть два пути у жителя по сбору мусора. Первый путь это платить за квадратные метры, но мы с вами говорили в прошлый раз, я напоминаю, что не квадратные метры генерят мусор, а люди, которые там проживают. Есть и другой вариант. Жители могут купить индивидуальный контейнер и заключить договор с региональным оператором на вывоз мусора по факту накопления. Также за небольшой промежуток времени с последней встречи удалось решить несколько проблем, связанных с дорогами. По Новочеркасску была дорога, там, где именно живет староста, у нас была не отсыпана. Мы ее поставили, в план забили, смечено, все отправлено. По Новочеркасску одна дорога, которая не была отсыпана. Внесли. По Шильково у нас часть дороги, она не оформлена, стоит тоже по графику. На следующий год ее надо будет ставить на кадастр. Мы смотрели в 2019 году после обращения, это то, что у нас по улице ключевая, эта работа была отремонтирована уже в этом году. Все остальные дороги у нас, их несколько штук, которые уходят на 2020 год, это август месяц, назначена эта работа будет выполнена. К сожалению, в деревнях до сих пор наблюдаются скачки напряжения и обрывы электросети. Артур Викторович связывает это с использованием старых алюминиевых проводов. Алюминий со временем он хрупкий становится, а деревья, опиловки деревьев не производится, усиление ветра и так далее, тому подобное. Старые столбы, значит, мы обсуждали, что нужно поменять на самые несущие провода, сипы так называемые. То есть внутри этого провода находится трос, и даже если упадет дерево на него, он не оборвется. Александр Александрович, значит, я рекомендую вам теперь на нового исполняющего обязанства министра Носова подготовить повторное такое же письмо о включении в программу на следующий год. Совместные работы администрации района и старых деревень только начинаются. Впереди еще много проблем, которые нужно решить. Поэтому встречи в таком формате станут регулярными и будут проводиться не реже, чем один раз в квартал. Денис Цветков, Евгений Стародубов, Новости, Искровект.